Снова велкам. Дональд Трамп возобновил прием беженцев. Его миграционный бан успел рассорить страну и стал предметом многочисленных судебных споров. Срок запрета истек, и президент не стал его продлевать. Для кого Америка теперь откроет двери, все подробности знает Дмитрий Анопченко. 120 дней действовал запрет Трампа. Для беженцев закрыли двери. И хотя формально ограничения касались лишь так называемых проблемных стран, на деле иммиграционные офицеры, почувствовав, откуда ветер дует, ужесточили проверки всех без исключения просителей убежища. Усилив бдительность и увеличив количество отказов, были и громкие публикации в прессе, и суды, и скандалы. И президент Трамп неожиданно не стал его продлевать. Наоборот, подписал указ, которым теперь дал беженцам зеленый свет. Казалось бы, Белый дом сдает позиции. Однако, если приглядеться к этому документу повнимательнее, то можно увидеть, в нем есть лазейка. Ведь в него внесли обтекаемую формулировку. Мол, в отношении тех, чей въезд в страну может угрожать ее безопасности, будут использованы некие специальные меры. Другими словами, ограничения для граждан из проблемного списка по-прежнему могут сохранить. Только теперь уже тормозить их приезд будет не президентский указ, который можно и в суде оспорить, устроив медийный шум, а внутренние инструкции. А с ними особо не повоюешь. Формально список стран, входящих в черный список, не разглашается. Однако пресса выведала, в нем есть и Судан, и Сирия, и Иран с Ираком, и КНДР. Всего 11 стран. И выходцев из них по-прежнему будут очень серьезно проверять. И делать все, чтобы, по большому счету, не допустить их проникновения в страну. Так что, по сути, Дональд Трамп продолжит свою политику. Хоть и в чуть более мягкой форме, чем раньше. Но формально к нему претензий теперь нет. И в Белом доме надеются, что вопрос, который вызвал столько разногласий, постепенно исчезнет. С первых полос газет и с плакатов на митингах. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер.